Муниципальная дорога за счет жителей. Сосуд терпения жителей дома номер 154 по проспекту Победы наполнялся долго, но переполнил его капли, а вернее дара в асфальте. К слову, его положили только в прошлом году. Почему сегодня инициативная группа жителей пошла на прямые переговоры с коммунальщиками и как глубоко на самом деле уходят причины возмущения людей, расскажем в постоянной рубрике «Срок ответа сегодня». Уже с недели эта яма. Стояла там какая-то рогатулина, предупреждение было. Но машины объезжали, но ведь дети бегают. Эта яма в новеньком асфальте образовалась из-за прорыва центрального отопления. Сотрудники теплосетей уже получили аварийный ордер и приступили к устранению неполадок. Асфальтное покрытие обещали полностью восстановить, но люди в это верят с трудом. Да и качеством нового асфальта и особенно тротуарных дорожек, проложенных всего год назад, жители недовольны. Коммунальщики не удосужились даже сделать пандусы на бордюрах. Проходы нет. Ходим, прыгаем. 80 с лишним лет мы ходим, прыгаем. С колясками тоже еле-еле. Как оказалось, дорога вдоль дома муниципальная, но делали ее на деньги жители этого дома, который они ежемесячно платят за капитальный и текущий ремонт. Причем, как говорят жители, денег на нее потратили заоблачно много. Пятый и шестой подъезд невозможно было не сделать. Выезжала комиссия совместно с администрацией, с УЖГХ и самими жильцами. Конечно, они были против, что эти средства будут затрачены на въезд и на именно дорогу. Но так как дорога была в ужасном состоянии, мы приняли решение выполнить. Почти под 2 миллиона у нас ушло вот на эти два подъезда с торцом. Но это же анекдот. К слову, сделать тротуар возле остальных подъездов коммунальщики не собираются. Говорят, мол, не в нашей компетенции. Но тогда получается, что делать дорогу за свой счет входит в компетенцию жильцов. Люди уверены, что в их доме есть куда более серьезные проблемы, на которые можно было потратить эти деньги. Во всех шести подъездах протекает крыша. Стены от этого почернели и потрескались. За несколько лет людям надоело дышать сыростью. После ремонта дороги коммунальщики отчитались, что денег на другие нужды дома уже не осталось и кровлю чинить не будут. Но при нас главный инженер ТСЖ Заводской сказала, что текущий ремонт крыши в этом году будет сделан. Правда, в восторг от этого жители дома не пришли. Они больше не верят ни коммунальщикам, ни представителям власти в целом. Как Путин сказал, если власть, как говорится, знает, если власть в курсе и ничего не делает, значит она в доле. Я считаю так, что наши городские власти знают в курсе и значит они в доле. Я от себя скажу, я думаю, что и народ поддержит. Конечно, поддержим.